здравствуйте мои дорогие друзья начинаем урок биологии для девятиклассников тема сегодняшнего урока биоритмы сезонные изменения в широколиственном лесу сегодня на уроке мы рассмотрим с вами сезонные изменения в такой экосистеме как широколиственный лес изучим поведение животных в различное время года и проанализируем сезонные изменения происходящие в растительных организмах пожалуйста вспомните что такое биологические ритмы мы их изучали и в шестом и в восьмом классе что такое биологические ритмы правильный ответ если вы подумали правильный ответ регулярно чередующиеся периоды активной жизнедеятельности организмов и покоя это и есть биологические ритмы еще меня интересует знаете ли вы какая наука занимается изучением сезонных изменений в экосистемах как называется наука изучающие сезонные изменения в экологических системах сезонные изменения в экологических системах изучает наука фенология фенология и последний вопрос который мы с вами должны сегодня продумать перед началом урока почему на земле возникает смена времен года с чем связано смена времен года вы абсолютно правы если вспомнили с пятого класса материал что земля крутится вокруг солнца вращается вокруг солнца и поэтому она то ближе то дальше от солнца и поэтому сменяется время года приходит весна затем лето осень и зима причина вращение земли вокруг солнца давайте посмотрим какие циклические изменения происходят в экосистеме широколиственный лес в течение года вот перед вами два слайда посмотрите когда наступает зима солнце низко низко световой день короткий и приходит похолодание приходит похолодание в этот период земля или наша часть земли находится очень далеко от солнца небо покрыто облаками идет снег почва промерзшая и наступает зима следующее солнце становится выше потому что мы приближаемся к нему световой день увеличивается приходит потепление и наступает весна чем характеризуется весна небо голубое и высокое идет иногда дождь иногда снег перемежаются и потом снег тает и приходит тепло лето солнце высоко она стоит над горизонтом световой день длинный становится очень тепло про просыпается вся природа появляется роса на растениях и мы знаем что пришло лет и затем осень солнце опускается световой день становится короче приходит похолодание небо покрывается облаками идет мелкий моросящий дождь появляются частые туманы мы с вами знаем что пришла осень вот перед вами животные в лесу мы с вами рассматриваем широколиственный лес не забывайте про это давайте мы посмотрим что происходит в лесу зимой деревья прекратили сокодвижение на них нет листьев потому что они находятся в состоянии покоя наземная часть трав погибла но корни и луковицы ждут весны они накопили питательные вещества и поэтому они под землей живы в лесу остались только самые приспособленные животные вот перед вами лиса перед вами зайчик это животные которые могут найти в лесу зимой пищу кто-то залег в спячку вот мишка наш в спячке кто-то накопил себе запасы белочка например периодически наведывается к своим запасам немножечко поесть и потом снова спит холодно и голодно в основном лесу но в лесу но птички находят себе пищу затем приходит весна звери птицы природа просыпается птички которые от нас улетели на юг прилетают становятся активными насекомые амфибии рептилии просыпаются и начинается активный период размножения день становится длиннее начинается сокодвижение и цветение у всех растений это самое прекрасное время года для леса в особенности лето период размножения активного размножения у всех живых организмов выкармливание обучение детенышей активное питание накопление жира начинается плодоношение у растений затем они распространяют разбрасывают семена это самый активный период в жизни леса животные готовятся к зимнему покою осень начинается листопад травы отмирают замедляется обмен веществ растений у животных и затем наступает покой лес затихают улетают перелетные птицы те птицы которые не могут найти корм в наших широтах некоторые животные впадают в анабиоз такие как лягушки ящерицы теплокромные впадают в спячку ежик и медведь залягут спячку поздней осенью теперь мне бы хотелось чтобы вы ответили на мои вопросы что изучает наука фенология что такое биологические ритмы в чем причина возникновения биологических ритмов у живых организмов и как меняется активность разных организмов в разное время года если все рассмотренные нами вопросы вам понятны то пожалуйста ответьте на них это называется самопроверка или проверь себя сам на этом мы с вами заканчиваем спасибо я надеюсь что мы встретимся снова всего доброго ну Субтитры подогнал «Симон»